Противостояние двух сил. Повстанцев с их благородным лидером Спартаком и деспотичных римлян с их предводителем Красом. Эту историю решили показать артисты Большого театра Белоруссии самарскому зрителю. Очень сложно определить менее или более значимую образную составляющую спектакля. Я думаю, что часть аудитории уйдет сегодня, сопереживая Красу, а другая часть уйдет, сопереживая Спартаку, потому что настолько ярко выверены образы мужские в этом спектакле. И вообще, я считаю, что это мужской спектакль. Если люди любви – это была история о женщине, ее взаимоотношениях, то здесь, прежде всего, мужская история, в которой каждый борется за первенство. Кроме борьбы за первенство, в спектакле нашлось место и для любви. На восстание Спартака вдохновляет его возлюбленная Фрегия, героиня народной артистки Белоруссии Ирины Еромкиной. Считает, что каждый балет рассказывает о любви. Ну, здесь спектакль о стремлении к свободе. Спектакль этот любим. У нас каждая балерина мечтает его станцевать. В этом спектакле много для балерины любви, нежности, сложной адажо, которые тоже для балерины – это важно. Уметь не только танцевать самой, но и танцевать в дуэте, танцевать с партнером. Балет Спартак покорил практически весь мир. Белорусским артистам аплодировали в залах Европы и Азии. Спектакль на сцене Самарского театра оперы и балета показали в рамках пятого международного фестиваля «Шостакович над временем». Он проходит до 25 сентября. Во время фестиваля жители областной столицы ждут не только театральной постановки, но и концерты филармонии. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.